А сегодня Республика продолжает обсуждать ежегодный доклад Сергея Гапликова парламенту. Программный документ был принят накануне. Глава подвел итоги прошлого года и наметил планы на ближайшую перспективу. Политики называют его стратегией действий. Общественники обещают всестороннюю поддержку в реализации намеченных планов. Документ обсудили представители власти, бизнеса, медицины и образования. Каждый подчеркнул для себя важные моменты. Александр Головина продолжит. Если несколько десятков лет назад в перинатальный центр шли за первенцем, говорит главврач учреждения Ольга Лебедева, то сегодня вторые и следующие роды встречаются гораздо чаще. На этом акцентировал свое внимание и глава КОМИ. За прошлый год в регионе родилось 12 тысяч малышей. Почти половина из них – вторые дети в семье. Это абсолютный максимум за последние несколько лет. Эти цифры – лишнее подтверждение тому, что семьи республики уверены в завтрашнем дне, доверяют как медицине, так и власти. Наша задача всех медицинских работников – сохранить здоровье наших граждан, чтобы дальше мы могли показать снижение смертности населения. Для этого есть и ресурсы, и программы, которые сегодня были озвучены, и кроме этого существуют. Нам нужно сохранить рождаемость. Поскольку я, кушер-гинеколог, я понимаю, что не должно падать. 90-е годы заложили демографические законы, и поэтому, несмотря на это, мы должны сохранить нашу рождаемость. Из тем сельских наиболее актуальное возрождение кооперации. Процесс, начавшийся в 2016-м, продолжается. Осложняет ситуацию логистика, снабжение, сбыт. Небольшим предприятиям зачастую нужна помощь муниципалитета. Сегодня, конечно, надо говорить о том, что все еще не совсем понимают, что такое кооперация. Они боятся. Это нужно доверять друг другу, своему партнеру, для того, чтобы объединить все свои возможности в единый блок, для того, чтобы создать что-то более крупное. Но хотя, я считаю, кооперация – это будущее. Без этого не обойтись сегодня на селе. Образовательный сектор прокомментировала Валентина Жиделева. В прошлом – ректор одного из крупнейших региональных вузов. Задачи по доступности детских садов практически выполнены, но и на этот год намечено немало. Особенно повезет Усть-Кулумскому району. Здесь заработают сразу две школы. И вот здесь еще одна задача, которая стоит перед образованием – это профессиональное образование. И в докладе было отмечено, что в республике за 2016 год очень многое для этого сделано. Ну, во-первых, для системы среднего профессионального образования мы создаем центры профессиональной квалификации. В 2016 году еще было два создано, теперь их у нас уже семь. И что это дает? Это дает то, что качество выпускника профессионального образования, оно уже будет совершенно на другом уровне. Потому что в этих центрах наши ребята не только знания какие-то получают, они отрабатывают умения и навыки на современном оборудовании. Неизменными остаются стратегические направления, но появляются и новые задачи. Все чаще встречаются слова «государственно-частное партнерство» или «концессия», говорит управляющий банком Максим Липатников. И что самое важное, растет интерес инвесторов. При этом проверенные бизнес-партнеры республики остаются социально ответственными. Если мы говорим о том, должен ли бизнес нести какие-то дополнительные затраты, мне кажется, сказать, что должен, наверное, было бы неправильно. Да, собственно. Но если у человека или у компании есть такое чувство, что мы работаем на этой территории, мы работаем в этом регионе, и нам важно, как нас воспринимают. И мы заинтересованы в том, чтобы мы здесь работали и впредь, если это, допустим, розничный бизнес, чтобы к нам приходили люди, если это какой-то корпоративный бизнес, если это промышленность, мы хотим, чтобы наши работники жили в комфортных условиях, то, наверное, это правильно. Что касается ручного управления, введенного Сергеем Гапликовым, не все участники дискуссии его поддержали. Мол, мера действенная, но от нее надо постепенно уходить. Глава не должен контролировать все. В конце концов, есть чиновники, которые обязаны выполнять свою работу добросовестно и без указания сверху. Александра Говина, телеканал Юрган.